Я была очень сильно неуверена в себе. У меня был очень долго синдром самозванца. Сколько женщин этому подвержены? У меня дух был предпринимателем. Мне захотелось создать какую-то маленькую свою клинику. Твоя история очень вдохновляющая для многих девушек, женщин. Я попала в сообщество ИКС-10 и произошли колоссальные изменения. Тот путь, который ты описываешь, он и есть самый надежный с точки зрения развития себя как профессионала. Здравствуйте. Время проявляться. И сегодня у нас в гостях Ирина Василенко. Врач, пластический хирург, предприниматель и ученик Академии ИКС-10 Игоря Жбакова. Здравствуй, Ира. Здравствуй, Катерина. Ира, я хочу начать разговор с твоей профессиональной сферы. Вообще врач, особенно в России, мне кажется, это типично женская профессия, но только если это речь не о хирурге и тем более не о пластическом хирургии. Вот это вот стезиопластической хирургии, как тебя сюда занесло? Вы знаете, я вот всегда противлюсь, когда делят на женское, мужское, потому что я не вижу для себя никакого препятствия. Я говорю о статистике просто. Статистика, конечно, показывает. И мой опыт, когда я пришла в интернатуру 15 лет назад, я была единственная женщина в мужском коллективе. Мне сразу сказали, ты иди отсюда, мы тебя знать не знаем. И в принципе, я тогда помню, что я была, знаете, как на побегушках, как видовщина какая-то. То есть меня не воспринимали как будущего врача. Ну, думаю, сейчас поиграется и закончится на этом. Именно хирургом. Да, вот когда я интернатуру проходила по общей хирургии. И мне очень нравилась эта профессия. У меня отец хирург. Я практически с 8 класса, после гимназии приходила к нему на работу, смотрела, как он оперирует. Потом он меня даже на операции брал уже с собой. И мне это очень нравилось. Это работа руками. Это ты создаешь что-то. Каждый раз ты видишь или оздоравливаешь человека, или делаешь его жизнь, лучше меняешь. И я хотела этим заниматься. Мне это было очень интересно. И в какой-то момент, когда я поняла, что мне надо приобретать опыт, который мне здесь не дают, я просто взяла, поехала в Америку, нашла доктора. Пришла к нему и сказала, что я хочу к вам на практику. Он согласился. У него это не вызвало вопросов. Потому что в Европе, Америка это нормально. И я просто взяла и, знаете, на каком-то драйве, азарте, на какой-то такой смелости. Я даже амантюризмом могу это называть, да, то есть без какой-то почвы. Прошла практику, приехала и применяю это все здесь, в России. Мне это очень нравится. И действительно, какой-то момент, когда такая у меня критическая вот эта вот масса нереализованности накопилась, я заметила, что я очень резко стартанула. То есть в хирургии, я когда делала пластические операции, у меня сразу была очередь. Я когда себя заявила как хирургом, женщины мне хотели помочь как-то. У меня такое было чувство, что… И доверяли, да? Доверяли. Сразу потом, понимая, что у меня нет опыта, они доверяли себя, говорили мне об этом. И удивительно, они как будто бы хотели… Вот я это чувствовала, как будто у них это тоже проблема есть. И они все хотели меня поддержать. Все неравность такая, да? Каким был твой путь в предпринимательство? Сложно ли было решиться? Или тоже сказать вот эту вот неудовлетворенность реализованности? Это у меня как-то параллельно все произошло. Потому что, несмотря на то, что мне хирургия давалась относительно легко, как-то я это впитала еще от родителей и врачей, у меня дух был предпринимателя. Я в школе там персики продавала, потом учителем английского подрабатывала. Мне всегда хотелось вот что-то такое создать и продать, купить деньги, чтобы были… Да, и когда я стала работать врачом, меня не устраивали те организации, где я должна подчиняться, где очень много бюрократии, лимит времени на пациента. Мне захотелось создать какую-то маленькую свою клинику. И женщины, которые ко мне приходили на услуги, они как-то тоже в меня верили и помогли мне. Сказали, давай мы тебе поможем это сделать с лицензией, кто-то с подбором персонала. И так вот верили в меня, и получилось, что я создала маленькую клинику. Потом дальше стала расти уже. Но все-таки это же было решение. Насколько сложно было его принять? Я понимаю, что вот эта поддержка, она облегчила это решение? Вы знаете, я как-то решение даже не принимала. Я помню этот момент, когда у меня есть пациентка, моя подруга Юля, она мне говорит, давай открывай клинику. Я не думала, клянусь, у меня не было… Я не просчитывала, у меня не было бизнес-планов, у меня в голове этого не было. Тогда она говорит, давай делай. Ну, давай. Одна говорит, давай Инстаграм заводи в 2011 году. Я говорю, ну, давай. Как-то вот я просто совершала поступки. Я вообще тогда не думала ни о чем. Потом, когда я уже это сделала, трудностей было так много, и я в какие-то моменты очень сильно жалела. Мне казалось, зачем мне это все надо? Я столько работаю, нон-стоп. Особо тогда денег не было. Но я уже в это ввязалась, а я по натуре перфекционист, и мне надо было довести дело до конца. И так вот все и пошло. Ну, то есть тебе пригодились в этот момент не только профессиональные навыки, как хирурга, как медика, как врача, но и вот эти управленческие, организаторские, да? Когда ты говоришь, там, с детства продавала персики и прочее. То есть это же все равно другая сфера компетенций. Да, абсолютно другая. У тебя, казалось, она уже тоже прокачена, да, к этому моменту? Я, честно говоря, тогда вот столкнулась тоже с тем, что надо документы делать с проверками, командообразованием. Это все, чего я вообще не знала. Я совершала очень много ошибок, но как-то вот энергия тогда была такая азарта, и мне так нравилось, что у меня что-то получается. Я от себя не ожидала, потому что на интернатуре мне сказали «ты никто и ничто», а тут раз у меня все получается, и мне так хотелось вот еще и еще, и я готова была работать на этом энтузиазме. Мне очень нравилось. Конечно, если бы я немножко больше знаний имела, возможно, это было бы легче, это было бы более правильно, но не было у меня этих знаний. Поэтому, безусловно, я столько шишек собирала, столько получала разных, так сказать, поддатчик. Но через это все прошла, и сейчас я, безусловно, счастлива, потому что я получила насмотренность, получила такой опыт, финансовая независимость у меня, колоссальный рост каждый год. И практики, которые я получаю сейчас в школе Экзист Академии, мне безумно помогают, то есть я за этот год сделала такой рывок. То, что ты говоришь, вот если бы я знала, мне было бы легче, но вот такой путь, основанный на практике, сегодня признают ученые-эксперты, что это самый эффективный способ получить образование. Поэтому даже в университетском образовании сегодня все говорят о том, что практика, 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 основа того, что все знания будут усвоены и применены, а без этого они ничего не стоят. Поэтому, наверное, тот путь, который ты описываешь, он и есть самый надежный с точки зрения развития себя как профессионала. Но в то же время решиться на эти шаги, решиться на эти действия, не будучи уверенной в своих компетенциях, это определенное качество личностное. Такая уверенность в себе, бесстрашие даже, оптимизм, какая-то уверенность в том, что все получится и все будет хорошо. Вот это качество, оно тебе присуще с детства всегда или ты помнишь, что раньше, например, ты такой не была? Я даже больше скажу, что я была очень сильно не уверена в себе. У меня был очень долго синдром самозванца, мне казалось, что это все случайно. Вот получается, я думаю, вот завтра это все закончится и все увидят меня настоящую, что я там не умеха, ничего не могу. И это все как будто лопнет, как воздушный шар, то, что я создаю, то, что происходит. Сколько женщин этому подвержено? Очень много было во мне неуверенности, очень много. Но знаете, какой-то у меня был все равно внутренний стержень, что я чувствовала свою силу, я знала, что я могу это сделать. Сила была, уверенности не было. Что произошло в Академии X10? Какая трансформация? Ну, когда я зашла в Академию X10, я уже была достаточно, во-первых, компетентна, во-вторых, состоявшаяся, в-третьих, поскольку я в какой-то момент стала самым востребованным врачом, я немножко даже словила какую-то такую звезду, что ли, у меня эго было высокое, и потом это эго ушло, но появилась какая-то пустота, я не знала, куда мне двигаться. Потому что вот у меня работа, дом, все хорошо, люди меня любят, все хорошо, а вот чего-то не хватает, и я не знаю, куда мне двигаться. И не было у меня сообщества людей, с которыми я могу разделить свои мысли. Ну, в моей компании люди меня не понимают, когда я что-то произношу. И когда я смотрела ролики Игоря Владимировича на ютубе, вот все, что он говорит, вот мне прям как будто это мои мысли. И я очень долго хотела попасть к нему в наставничество, меня полгода не брали. И в декабре прошлого года все-таки я попала в сообщество ИКС-10, и произошли колоссальные изменения. Можно долго описывать и финансовую прибыль, и то, что я забеременела, и то, что у меня в семье стало все намного лучше. Там супруг бросил пить, курить, занялся спортом. Ну, много разных перемен, но самое главное, у меня появилась какая-то такая трансформация внутренняя и расширение. Я не знаю, куда мне двигаться, я вижу какой-то путь, я вижу себя совсем другим человеком с другой стороны. Это вот как-то сложно описать, но жизнь стала многогранной, она стала более полноценной. Здесь я приобрела людей по ценностям. То есть я вижу, что таких как я, как я рассуждаю, таких много. И меня бывает удивляет, как у нас мысли сходятся. И это, знаете, бывает прям такое ощущение какое-то для меня, но не передать словами. И сейчас вот на данном этапе то, что постоянно мы говорим о компании университет, я по-другому стала видеть свой бизнес. Я вижу не себя центром, где я зарабатываю, а на меня сотрудники работают. А я вижу, что это университет, который ценности несет, который улучшает этот мир, оказывает качественную услугу. И что у нас много таких вот людей. А вот ты сказала о том, что произошло некое расширение. Правильно ли будет сказать, что произошло расширение того, какие роли ты на себя примеряешь сейчас? Как ты говоришь, раньше это было дом и работа, условно, да, семья, там, мама, жена и профессионал. Появились ли новые роли, за счет которых ты чувствуешь вот это расширение, драйв? Появились роли, я для себя их пока что еще не оформила. Роль учителя, ученика, это выкристаллизоваться очень сильно. То есть у меня никогда не было идеолога или наставника или ролевой модели, за которым я иду. Я всегда сама для себя была ролевой моделью. А здесь появились вы, семья Рыбаковых, как что-то для меня действительно, я не могу аналогов найти. Ни в книгах, ни в кино, ни на ютубе. То есть и вы для меня стали, знаете, вот какой-то путеводной звездой. То есть я за вами подсматриваю периодически. И это, безусловно, вы наставники, учителя. И так я расширяюсь, и я это же транслирую своим людям, с которыми я. Да, и ты на себя тоже примеряешь эту роль. Да, то есть я начинаю тоже быть учительным. И я вижу, как это работает. И я заставляю немножко своих учеников тоже быть учителями. Потому что немножко сейчас люди такие бывают инертные. Хотят себе все консервировать, лишь бы не потерять, лишь бы не упустить. Как будто мы обладаем какой-то сверх ценностью, которой ни с кем нельзя поделиться. А я немножко их вот подталкиваю, будучи лидером. И я вижу, что их жизнь тоже меняется в лучшую сторону. Что мы от этого все кайфуем, заряжаемся, расширяемся. Когда ты говоришь о том, что вот тот момент жизни, когда, как ты говоришь, ты словила звезду. То есть ты себя считала успешной. Как изменилось твое понимание успеха с того момента и сейчас? Как ты сейчас определяешь для себя успех? Ну вот тогда, когда я была в отношении звезды, я очень много зарабатывала. У меня очень был большой период между нулем и суммой, которую я получала в месяц. А плюс люди на меня все смотрели. У меня, знаете, такое напряжение было того, что большое количество людей от меня все что-то хотят. Очереди стоят. Я иду по улице, со мной фоткаются. И я не могу себе сделать перерывы какие-то. То есть я 24 на 7 работала, и мне казалось, что я бог. Я не видела таких вокруг себя, как я. Очень сильно меня потом как бы наказала судьба. У меня началось осложнение хирургические. Я прям один за другим получала какие-то осложнения, которые у хирурга бывают очень редко. Они у меня как-то концентрированы все в один момент, и я не смогла это даже выдержать, так сказать. То есть судьба сама все расставляет на свои места. И как-то я успокоилась. Я там родила ребенка, я немножко переосознала всю свою жизнь. И сейчас, безусловно, для меня успех — это, во-первых, это многогранность. Это обязательно семья. Обязательно самореализация. Я без этого не могу. И это обязательно сообщество людей. То, чего у меня не было, то, что я здесь получила — это 100%. Это ваша заслуга. Таких людей и такое количество жизни я нигде не могу встретить. Которые, вы знаете, они близкие все. Один человек что-то говорит, а ты понимаешь, он говорит твоими словами просто. И концентрация таких людей очень высокая здесь. И это тоже очень высокая ценность. У нас у всех есть хобби, у нас у всех есть там отдых, финансы. Ну, я вот про предпринимателей, да, говорю. Ну, семья у многих есть. Вот. Но вот эта ценность, я ее недооценивала. То есть я не понимала этого. Я не знала, для чего это, что это. Но попробовала. И теперь я осознаю. Без этого уже никак. Да. Ир, я знаю, что ты еще присоединилась в качестве профессора практики к магистратуре. Широм ФТИ уже это еще одна роль, еще один статус и еще одна ответственность, наверное, да? Или ты больше это воспринимаешь как возможность вот тоже делиться и отдавать то, о чем мы говорили? Ну, для меня физтех – это самый крутой вуз в России и в мире даже. Ну, один из лучших. И я всегда смотрела на выпускников, на магистрантов, как на необычных людей. Это иррациональное мышление. Это предприниматели. Для меня эти люди, они особенные. И когда Игорь Владимирович сказал, что есть такая программа, у меня сразу… Как я… Неужели я могу тоже как-то здесь включиться? И для меня это как будто большой такой праздник и потрясение. Я тоже могу быть наставником для физтеха. Да, я могу получать и сама дополнительные знания, которыми я не владею, ввиду отсутствия такого колоссального опыта, как у преподавателей. И я не представляю, как можно этим воспользоваться. Это просто какая-то гениальная мысль, которую Игорь Владимирович посвятил. И что я для себя вижу? Во-первых, это то, что мы общаемся. У нас переемственность идет. Студент, который не понимает еще, что он такого уровня высокого. Вот все студенты на меня смотрят, как на… Авторитет. На авторитет. На самом деле они очень сильные, мощные. Они еще просто не имеют опыта и понимания этого. И я у них учусь. Они думают, что они у меня, и я у них учусь. И то, что я могу немножко помочь ему как-то финансово, или для меня ничего это не стоит, ну, финансово вложить. Это просто, ну, вот, как бы деньги. И помочь ему, так вот протолкнуть его немножко в опыт. Когда ты говоришь о том, что финансово помочь, ты говоришь еще об одной своей проявленности, о том, что ты стала донором, да, и ты утвердила стипендию для одного из магистрантов. Ну, это еще одна роль, да, кроме как ты профессор. Я сейчас про эту образовательную среду магистратуры. Она посвящена, конечно, развитию лидерства и предпринимательства, как навыка. Вообще, какое вот твое мнение? Можно ли этому научить? Я считаю, что научить лидерство нельзя. Я так считаю. Ну, можно погрузить скрытого латентного лидера. Вот физтеховцы, они вот мощные. В такую среду, где эти качества проявятся. И какими качествами должна эта среда обладать, чтобы это случилось? Я считаю, что это среда, во-первых, это люди, которые… Ну, вот… Ты их считываешь. Я считаю, да? Я считаю, что… Тебе нравятся. То есть это как наставники. Но в то же время должны быть вызовы. Должны быть вызовы. И не помощь абсолютно нет. А вот провокация должна быть. Вызов, провокация. И это очень сильно воспитывает лидерское вот это вот начало. И плюс этот будущий лидер видит других лидеров, но не утопает под его авторитетом. Не задавлен авторитетом. Он себя тогда проявляет. То есть такое взаимодействие на равных, да? Да. С более опытными участниками. Действительно, когда более опытные участники этой среды встают вот в эту позицию, что они говорят, мы тоже пришли сюда учиться, да? Вот они таким образом и спускаются с этого пьедестала и дают вот этим ребятам молодым ощущение тоже такого безграничности своих возможностей, способностей. Вот про то, что ты решила поддержать одного из студентов стипендий. Это действие твое, это решение. Оно для тебя про что? То есть это про еще одну возможность влиять или про какие-то инвестиции? Ну, для меня, вот я занимаюсь боготворительностью. И детские дома, разные виды были. Но для меня помочь приобрести знания, они здесь ценные. Это самая качественная помощь, которую могу оказывать. То есть через детские сады воспитания детей и через помощь вот этого образования. Я считаю, что это наилучший вид фиантропии, который может быть. Я так же чувствую, как и вы это. Да, я согласна с тобой. Мы тоже поэтому этим занимаемся. Твой опыт, твоя история очень вдохновляющая для многих, особенно, наверное, девушек, женщин, которые выбирают такие непростые для себя пути самолизации. Поделись с ними какими-то своими там советами, рекомендациями, пожеланиями. Я вот хотела бы, чтобы люди проходили сложности любя. Когда вот совсем и плохо, и без денег живи, и тебя все топят, и там принижают где-то, и нету поддержки. Вот этот росточек любви, он всегда прорастет и все равно получится. Получится даже лучше, чем ты думаешь. Цель не так сильно важна. Вот я цели не ставила для себя, но я вот всегда хотела как-то помочь. Понять, что человеку нужно. Посочувствовать, дать ему это, то, что я могу. И в то же время, так вот хочется, честно говоря, много сказать. Наверное, самое главное — это сохранять вот эти качества. Потому что часто выбор стоит плохого поступка и хорошего. И тебе кажется, если ты где-то там немножко приврешь, обманешь, то лучше результат будет. А на самом деле это минус для тебя. И поступи хорошо, просто это более длинный путь, но результаты лучше будут. Мы всегда все про себя знаем. И вот когда ты поступаешь плохо, это копится. Ты становишься маленьким человеком. Ты не можешь быть большим, широким, да? А когда ты совершаешь хорошо, но с минимальными какими-то эффектами, ты вот растешь, растешь, и она потом выстреливает. Ты говоришь о любви, о любви вообще или к чему-то, или к кому-то. Ну то есть эта любовь должна быть направлена или она может быть все направлены? Мне кажется, она как-то внутри тебя просто, в сердце любовь. А хорошее состояние такое благостное должно быть даже в самых тяжелых ситуациях. Надо его найти. Найти и сохранить. Здорово. Спасибо тебе большое, Ир. Мне понравился наш разговор, очень вдохновляющий. Время проявляться.